Людям не хватает энергии из-за ментальной диареи. Вы едите плохую пищу и потом пытаетесь остановить диарею. Это не сработает. Сделайте вот что. Сегодня ночью, перед тем, как лечь спать, отложите всё в сторону. Через какое-то время, если вы просто будете сидеть здесь, всё вокруг вас начнёт реверберировать. Намаскарам, Садгуру. Могу ли я испытать интенсивность и блаженство, о которых вы говорите, без практики Шамбови Махамудры и прочих мудр? Можно ли добиться этого, не используя специальные мудры? Да. Они оказывают небольшую помощь, некоторое содействие. Вы не увидите Шиву или Кришну, сидящими вот так, в позе с мудрой. Они просто интенсивны. И вы никогда не увидите меня, сидящим так. Нет. Вы не увидите меня, практикующим Шамбови или что-то ещё. Мне достаточно закрыть глаза на 20 секунд, и я готов к этому дню. Так что всё это помогает. Но единственный ли это способ? Нет. Вы можете просто сидеть. Если вы научитесь просто сидеть, вы станете невероятно интенсивными. Просто сейчас ваши энергии расходуются на бесконечную ненужную деятельность. Откуда взяться энергии, когда у вас такая сильная ментальная диарея? Допустим, у вас диарея. Представляете, какую слабость вы бы чувствовали? Да или нет? Сейчас это ментальная диарея. Вот почему у людей нет энергии. Они хотят только есть и спать. Потому что ментальная диарея — это очень утомительно. Вы знаете, как изнуряет физическая диарея? Да? Ментальная диарея настолько же утомительна. Люди спят по 8-10 часов в день не потому, что так много работают, или что их тело в таком плохом состоянии. Причина — ментальная диарея. Если вы остановите ментальную диарею, у вас будет достаточно энергии, чтобы сделать это очень интенсивным. Как же остановить ментальную диарею? Когда у вас физическая диарея, что вам нужно сделать в первую очередь? Что? Да, я знаю, вы побежите в туалет. Я говорю, в качестве корректирующей меры, что вы сделаете в первую очередь? Нет. В качестве корректирующей меры, что вы сделаете в первую очередь? Первое, что вы сделаете, перестанете есть. Верно? Да или нет? Диарея в каком-то смысле означает, что мы съели что-то нежелательное для тела. Оно хочет избавиться от этого. Да? Вы приняли внутрь что-то, что телу не нравится. Оно хочет от этого избавиться. Первое, что нужно сделать, некоторое время воздерживаться от еды. Вы едите плохую пищу и потом пытаетесь остановить диарею. Это не сработает. То же самое происходит и с плохой пищей для ума. Вы отождецлили себя с вещами, которыми не являетесь. Как только вы отождецляете себя с вещами, которыми не являетесь, ментальная диарея неизбежна. Это плохая пища для ума. Диарея будет продолжаться бесконечно. Делайте, что хотите. Делайте любые медитации, повторяйте Шива, Рама. Диарея не остановится. Она не прекращается. Не так ли? Потому что вы едите плохую пищу каждый день. Каждый день вы отождецляетесь со все большим и большим количеством вещей и при этом хотите остановить свой ум. Какой бы цирк вы ни устраивали, ум не остановится. Когда вы разотождеците себя совсем, когда вы поймете, кем вы являетесь и кем не являетесь, когда вы немного дистанцируетесь от этого, ум станет неподвижным. Если захотите, сможете его использовать. В противном случае можете оставить его в покое. Сейчас моя рука здесь. Если я захочу, я могу ее передвинуть. Или могу оставить ее в покое. Такая рука полезна. Предположим, она начнет дергаться вот так. Вы сразу же поймете, что это какое-то заболевание. Не так ли? Да или нет? Так что, если дергается рука, вы понимаете, что это болезнь. Если дергается ум, разве это не болезнь? Да. Болезнь наступила из-за постоянного неправильного питания. Вы говорите своему уму, я то, я это, я то, я это. И в уме происходит диарея. Перестаньте давать ему неправильную пищу. Если вы ясно увидите. Даже если вы не знаете, кем являетесь, по крайней мере, вы знаете, кем не являетесь. Не так ли? Сделайте вот что. Сегодня ночью, прежде чем лечь спать, сядьте на кровати и отложите в сторону все, что вами не является. Подумайте, дом, в котором я живу, это я? Нет. Любящий родитель, мать, отец, жена, муж или ребенок, они прекрасны. Но разве это я? Нет. Красивая одежда, которую я ношу, это я? Нет. Мое тело, мне оно нравится, но разве это я? Нет. У меня так много мыслей, это я? Нет. Я испытываю замечательные эмоции, это я? Нет. Таким образом, прежде чем заснуть, отложите в сторону все, что вами не является, и затем ложитесь спать. На следующее утро вы проснетесь гораздо более интенсивными, чем сегодня. Делайте так каждый день, и через какое-то время, если вы просто будете сидеть здесь, все вокруг вас будет реверберировать. Правда? Пару лет назад, когда я был в Америке, и это типичный американский вопрос, ко мне подошла одна очень недовольная дама. Она сказала, я занимаюсь йогой уже 35 лет, и ничего не происходит. Но вы пошли и просто сели на камень, и с вами все произошло. Это несправедливо. Где находится этот чертов камень? Она думает, что это сделал камень. Единственная садхана, которую я делал в своей жизни, заключается в том, что с самого раннего возраста, хотя я был очень активно вовлечен во все, что меня окружало, я никогда не отождествлял себя со своими родителями, братьями и сестрами, или с бесконечным количеством друзей, или с обществом, или с религией, или со страной, или с чем-либо еще вокруг меня. Я никогда не отождествлял себя. Но это не значит, что я не был вовлечен. Я был очень вовлечен, очень активен. Даже сегодня я очень активен и вовлечен, но не отождествлен. Если вы ни с чем не отождествляетесь, в вас достаточно энергии, чтобы стать интенсивными. Я хочу, чтобы вы поняли. Прямо сейчас, в то время, как вы здесь сидите, ваша жизненная энергия делает столько всего в этом теле. Вы знаете, насколько сложную деятельность она выполняет. Все, что выполняет каждая клетка вашего тела, ваша печень, почки, селезенка, все те непонятные вещи, которые мы даже сегодня не можем объяснить. Да? Просто посмотрите, как много делает эта энергия, в то время, как вы здесь сидите. Очевидно, что для того, чтобы делать все это, она должна быть интенсивной. Но вы не можете испытать это из-за диареи. Вот как вы себя чувствуете, когда у вас диарея. Не так ли? Да или нет? Вот как все обстоит. Остановите диарею. Перестаньте есть плохую пищу, и диарея прекратится. Как только диарея прекратится, у вас будет достаточно энергии, чтобы сидеть здесь и реверберировать. С большой интенсивностью.